В компании Tele2 на текущий день платных сотрудников примерно 9000, а в FNBA на текущий момент доступ имеет более 3000 человек. Поэтому мы можем сказать о том, что более чем каждый третий сотрудник Tele2, он имеет доступ в нашу систему. Несколько более 3000 это количество всего пользователей, из них примерно 300 пользователей имеют доступ с лицензией разработчика, остальные с лицензией Pior. Есть, наверное, две базовые вещи. Есть, скажем так, не совсем стандартные ролевые модели, которые вызваны какой-то специализированной отчетностью. Есть, наверное, две модели, которые очень просто упомянуть. Первое – это разделение дашборда данных по департаментам, по проектам. То есть используются сущности департаментов, условно, там, да, отдел аналитики B2C имеет доступ к определенным данным. И есть более низкоуровневое разделение с использованием, например, Aron Level Security. Это разделение данных, например, по регионам. Условно, дашборд может быть открыт для всех по какому-либо продукту. Но если пользователь, он находится в регионе Вологда, то данные в этом дашборде он увидит только по региону Вологда. Это, наверное, наиболее две стандартные ролевые модели, которые используются не только в Tele2, наверное, в любых компаниях. Поэтому из стандартов, да, это разделение по департаментам, по отделам. И далее по макро- либо по макро-региональному, либо региональному признаку пользователя. Соответственно, как я уже говорил, есть кастомные ролевые модели. Например, если мы говорим о BTR-отчетности, она может подразумевать, например, ролевую модель разного уровня. Ну, условно, например, если используем дашборд по персоналу, то технический директор, он будет, соответственно, всю свою техническую функцию, всю информацию о своих сотрудниках, а директор финансов увидит информацию по финансовой функции и по всем его сотрудникам. Это если бы там немножко в кастомные пойти. А с точки зрения именно возможности кастомизировать, управлять ей, я нареканий к FNB на текущий момент у меня нет. Не могу на текущий момент рассказать какой-то бизнес-кейс, либо еще что-то, которое мне не удалось реализовать в FNB и настроить разграничения. Это что касаемо вопроса, насколько удобно управлять. Насколько это влияет на безопасность, но это влияет напрямую на безопасность. Как я уже говорил, отвечая на предыдущий вопрос, условно, то разделение, например, данных по макро-региональному или региональному признаку у нас на компании прописано довольно четко в основных полагающих документах, которые регламентируют использование данных. То есть пользователь, условно, из региона Брянск не должен видеть данные из региона Ариал. Обусловлено это многими коммерческими документами, многими коммерческими моментами и коммерческими документами. Не допускаем хаоса. У нас пользователь, даже если он разработчик из бизнеса, он прежде всего перед получением доступа на платформу, если он попросил лицензию разработчика, он проходит обучение. То есть выглядит это довольно простым образом. Он заходит в систему контроля доступов, запрашивает лицензию разработчиков в Ингии и получает очень простую ответку, в которой у него ссылка на корпоративный университет, ссылка на тестирование по результатам обучения и просмотра вебинаров, изучения дополнительных материалов. Он проходит тестирование, если тестирование успешно проходит, соответственно система реагирует на это, возвращает заявку на лишний маршрут и пользователь получает, собственно, необходимый доступ. Также внедрены в компании процессы описания данных, то есть при условно-публикации дешбордов BI-команда и бизнес-аналитики компании на этот триггер реагируют. Вместе с пользователем в корпоративную data governance систему корпоративный дата каталог вносит необходимые данные, помогает этот отчет описывать термины, какие-либо расчетные метрики и тому подобное. Поэтому мы никогда не скажем, что наш селс-сервис полностью без присмотра. Это что касаемо процессов, которые в компании внедрены. Если говорить о шаблонах, если мы говорим уже непосредственно ближе к инструментарию, разумеется, у нас есть такие техники, как, например, условный demo dashboard или style guide dashboard, в котором BI-командой реализованы лучшие практики. О том, как использовать визуализацию, какая лучшая визуализация подойдет. Также из нашего корпоративного брендбука – это отдельный документ, который, опять же, пользователи изучают в рамках обучения. В этом demo dashboard также использованы рекомендованные циталы и схемы, рекомендованные шрифты, с которыми, к сожалению, в FOMB еще есть некоторые сложности. Мы надеемся на их, на скорейшее внедрение кастомных шрифтов. Вот. Поэтому в таком виде шаблонирования у нас также присутствуют. Есть процессные, есть инструментальные. Помимо этого у нас случилось ряд позитивных моментов. Мы довольно долго пытались как-то сделать наши корпоративные комьюнити BI-разработки, в том числе с пользователями софт-сервиса. Мы пытались его, в принципе, сделать, сделать его активным. Проводили различные вебинары. Но вот как раз случай с миграцией нам позволило это активное сообщество сколотить. Оно существует по сей день и также активно развивается как в виде, там, условно, корпоративного телеграм-чата, так и регулярных встреч. Повысили, в принципе, грамотность работы. Мы проводили такое очень крутое мероприятие совместно с известной компанией DotaYoga. В момент, когда уже, собственно, миграция практически была завершена, для повышения общего уровня пользователей и разработчиков FNB в бизнесе провели ондат-марафон, который вызвал очень хорошие отзывы. То есть было несколько дней, две недели, если быть точным, каждый день. Мы проводили некоторый обучающий вебинар, в котором мы рассказывали что-то из разработки FNB и заодно знакомили пользователей с уже существующими отчетами, которые есть на платформе, там же с целью их познакомить с теми данными, которые у нас были. Опять же, если сослаться на условия лицензирования, у нас многие отделы и ранее пытались сделать такой процесс в Tableau и других инструментах, но сейчас это стало делать намного легче, потому что у нас лицензирование проще. Многие отделы сейчас запускают какие-либо процессы по продуктам или проектам только после того, как реализована аналитика FNB. То есть, условно говоря, запускаем какой-то процесс отслеживания продаж определенного продукта. Сначала запускаем дашборд, а потом привлекаем всех пользователей. Таким образом, у всех есть единая точка входа. Больше никто не пользуется 20 UX-лями, непонятно, кем поддерживаем их, непонятно, где описанных, как я уже упоминал, data governance систему. У нас все теперь остается точно в одном месте. Количество пользователей сыграло на первом этапе такую, не знаю, можно ли сказать, палку о двух концах. То есть у вас лицензия безлимитная, но подходы к масштабированию платформы, подходы к сайзингу, подходы к оценке инфраструктуры, нужно делать так же грамотно и заранее. Мы, собственно, с первых дней использования FNB, еще пятой версии, всегда двигались в сторону кластерного решения. Веря в его производительность и то, что кластерное решение, оно все-таки более стабильное. На текущий момент мы достигли конфигурации настолько стабильной, что она выдерживает текущее количество пользователей, как я уже говорил, большое количество разработчиков, более трех сотен. И, собственно, мы готовы принимать уже и дальнейших девелоперов. Что мы хотим сделать в ближайшее будущее? Это, безусловно, мобильное приложение. Мобильное приложение, разумеется, не подключали, использовали. Но подключали, использовали, если можно выразиться напрямую, без каких-либо сетевых экранов, блокировщиков, переводов. Конечно, да, все работает прекрасно, но на текущий момент у нас такой вызов-челлендж, это подключиться, соблюдая те корпоративные ограничения безопасности. Здесь мы надеемся на помощь вендору. У нас состоялось несколько продуктивных встреч, на которых мы довольно подробно объяснили, как устроена наша сетевая защита. И вендор обещает нам это реализовать. Я считаю, что на текущий момент мобильное приложение – это один из главных, условно, блок-факторов, который нам не дает большими темпами расти дальше. Сейчас у нас около трех-трех, чуть более трех тысяч пользователей. Только внедрим мобильное приложение, без проблем, наверное, долетим до четырех тысяч пользователей. Мобильная аналитика в нашей компании очень востребована, но она востребована только с учетом той безопасности, которая у нас существует. Дистрибуция данных – вопрос сложный. Требования за последние годы к работе с данными на мобильных устройствах, как в нашей компании, так и многие другие довольно сильно уже стучились, и мы надеемся, что мы сможем эти требования вместе с вендором соблюсти и использовать FIMB также на мобильных устройствах. Вот. Ну, наверное, что еще из интересного, очень хочется внедрить так называемое улыбное обновление. Именно для этого, собственно, плагином подплаформы используем по работе с API. Собственно, звучит на бумаге, наверное, довольно просто, когда имеем некоторый триггер обновления данных в хранилище, соответственно, как только данные обновились, мы хотим, что мы, соответственно, дергались дальше датасеты, обновлялись именно в этот же момент, не по какому-то расписанию, которое там типично построено. Обновляйте нам данные в 8 утра. Зачастую в хранилище может посчитаться позже, может посчитаться раньше. Опять же, есть данные в продуктивных слоях, есть данные в слоях пользовательских, которые они обновляют не всегда по регламенту, обновляют по каким-то событиям. Это все также влияет на нагрузку хранилища, так и на нагрузку самой платформы. Хотим все это дело переписать, автоматизировать, завернуть в коробочку, и чтобы обновления у нас происходили данные в нужный момент. А вот что, говоря, из технологических каких-то решений, разумеется, планируем кучу отчетностей, еще реализовать бэклог у команды полный, есть над чем работать. Наверное, это такие основные моменты. То есть планируем пользоваться дальше, планируем расти, планируем расширяться, на платформу у нас очень большая надежда.